Игорь Гаврилюк служил в воздушно-десантных войсках. В Афганистане провел два года. Признается, мероприятия, посвященные памяти воинов-интернационалистов, не пропускает никогда. Часть жизни была оставлена на этой войне, и она не забывается. Афганистан живет в наших сердцах постоянно. И поэтому это вообще не помогает нам в этой жизни выживать и жить достойно. Юрий Толстыкин, бывший спецназовец, самым главным событием сегодня считает приезд автора-исполнителя Вячеслава Куприенко. Говорит, давно хотел познакомиться с ним лично. Это бывший офицер, с которым у нас очень много знакомых. Мы встречались на земле Афгана с его друзьями. Вместе служили с офицерами. Перед концертом воинам-интернационалистам вручили цветы и награды. Для нас с вами стала замечательной уже традицией, что мы собираемся в этом зале на концерт афганской песни. Что мы имеем возможность увидеть друг друга, пожать друг другу руки. Поклониться всем героям Афгану. Вспомнить тех, кого уже нет. А затем Вячеслав Куприенко исполнил авторские песни. Все песни и стихи Вячеслава Куприенко написаны по личным воспоминаниям. Почти два года он воевал в Афганистане. Афганская песня стала жанром на самом деле. И песня настолько появилась, что они олицетворяют не только срез афганской войны, далеко не срез афганской войны. Они просто позволили сказать в те времена, еще в 80-е годы, правду в насквозь лживое время. Многие ветераны Афганской войны привели на концерт детей. Считают, новое поколение не должно забывать о подвигах отцов. У меня папа сам афганец. Он мне рассказал много историй, как он служил. Мне это очень интересно. Я все время сюда, каждый год с ним ездим. Мне нравится смотреть концерт и получаю очень большое удовольствие. После концерта ветераны Афганской войны брали автографы и фотографировали с Вячеславом Куприенко. Инициатор акции Виталий Борт пообещал, такие мероприятия в городе станут традицией.